Здравствуйте, с вами выпуск новостей команды Активатики. Сегодня я, к сожалению, начну с активистских новостей грустных. Дело в том, что в Татарстане настоящая беда. Татарстан тоже постигла реновация, и в отличие от Москвы, к сожалению, в Татарстане не было многотысячных митингов протеста. И вот к чему это привело. Дело в том, что в городе Зеленодольске в Татарстане 300 домов, крепких, хороших, кирпичных, двух-трехэтажных домов решили уничтожить, решили их снести и на их месте организовать коммерческую застройку. А людей из этих домов с семьями, с детьми, с престарелыми родителями, инвалидов на инвалидных колясках, просто вышвырнуть на улицу. И всегда у зла есть конкретное имя, фамилия и отчество. И занимается вот этой вот псевдореновацией глава Зеленодольского района Тыгин. Он вообще человек в Татарстане хорошо известный. Это ему принадлежит такая инициатива отнимать у людей, у которых задолженность по ЖКХ, детей и сдавать их в детдом до тех пор, пока долги будут не выплачены. То есть превращать детей просто в заложников. Это вместо того, чтобы людям просто помочь справиться с долгами. Как происходит вот эта вот псевдореновация в Татарстане? Ну, об этом рассказал Алексей Веревкин, который попал под раздачу по программе реновации. Он проживал вместе с матерью в трехкомнатной приватизированной квартире в Зеленодольске на улице Украинской. У него была прекрасная квартира, 81 метр. Там он сделал ремонт на свои деньги, потратил 700 тысяч. Вот по своему вкусу, как хотел, человек все сделал. И живет припываючи до тех пор, пока не узнает, что оказывается его крепкий, прекрасный дом аварийный. Я замечу, что вообще-то вот эти вот дома, которые попали под раздачу по независимой экспертизе, они изношены всего лишь на 35-40%. То есть в них еще можно жить и жить. И вот что предлагают Алексею. Ему предлагают взамен, не бесплатно, замечу, квартиру в 36 квадратных метров, по 18 метров на человека, на него и на маму, по количеству прописанных, по условиям льготной социальной ипотеки. Всего лишь 31 тысяча рублей за квадратный метр. То есть у Алексея просто отняли квартиру, понимаете, и вынуждает его платить. В аналогичной ситуации оказалась и мама троих детей, Милуша Терскова. Ну, а у нее ситуация тоже очень тяжелая. Человек 10 лет скитался по общагам, она копила деньги. И вот в 2011 году ей удается обналичить, получить материнский капитал. На эти деньги она покупает квартиру в прекрасном кирпичном доме. Небольшая квартира, которая полностью устраивает ее с ее тремя детьми. И вдруг она получает бумагу, в соответствии с которой она, оказывается, живет в аварийном доме, поскольку она не делала за свои деньги капитального ремонта, хотя там платила ЖКХ, но почему-то она должна была еще капитальный ремонт на свои деньги делать. Следовательно, ей предлагают следующее. Ей предлагают съехать из ее квартиры. В результате у Милуши на руках может оказаться сумма в 280 тысяч рублей. А в Татарстане на такие деньги нельзя даже отапливаемого гаража купить. То есть человека вышвыривают с тремя детьми из нормальной квартиры и дают какую-то жалкую маленькую подачку. На улицу с ребенком-инвалидом выставили Гузель Карпову. У нее доход в месяц всего лишь 5,5 тысяч рублей. И когда она обратилась к главе Зеленодольского района Тыгину и сказала, что вообще-то по закону ей, как матери, ребенка-инвалида, их семье полагается квартира, то он сказал, что в Зеленодольске нет бесплатных квартир для таких, как вы. То есть получается, что вот вся эта коммерческая застройка, которая будет организована на месте отнятых, сворованных квартир у людей, она не для многодетных матерей, она не для инвалидов, она не для стариков, она не для людей. Ну, жители Зеленодольска, они решили протестовать, они ходят по всяким инстанциям, они судятся, и 19 февраля они провели серию одиночных пикетов у здания Государственной Думы. А вот в Якутии более оптимистические новости. Дело в том, что якутяне объединились в защиту реки Лены против строительства в селе Павловск на реке Лене метанолового завода. Ну, что такое метанол, я думаю, вы все прекрасно помните, потому что в 2016 году 78 человек в Иркутске отравились настойкой боярышник, и вот в состав этой настойки входит как раз этот метанол. Метанол вызывает массу всяких проблем со здоровьем у человека, слепоту и вплоть до летального исхода. И жители Якутии, они совершенно не хотят, чтобы у них был построен огромный завод по производству этого самого метанола, Почему? Ну, потому что они понимают, что у них не будет нормальной фильтрации, они понимают, что все вот эти отходы попадут в реку Лену, и в соответствии с этим, естественно, она окажется просто отравленная вода в кранах у людей. Ну, уже несколько лет воюют якутяне против строительства этого опасного завода, и в мае 2015 года возмущение вылилось просто в грандиозную акцию протеста на площадь Орджоникидзе собралось несколько тысяч человек. Власти по-настоящему испугались, и на несколько лет этот проект вообще утих. Но, к сожалению, лоббисты проекта строительства завода на реке Лени решили все-таки свои планы реализовать, и вот они осенью этого года организовали в общественной палате Якутии обсуждение. Опять решили реанимировать проект строительства завода метанолового. В ответ якутяне опять начали кампанию по защите реки Лени, и опять у них идут акции протеста, и опять они собирают многотысячные митинги. И вот что говорит Иван Степанов, это активист движения в защиту реки Лены. Его прямая речь. Во-первых, компания ЕТЭК хочет строить завод на реке Лени, выше по течению от главного водозапора Якутска. При таком варианте отходы производства неизбежно подпадут в водозабор, а потом и в наши краны. Нам говорят, что будет закрытый цикл, суперсовременные фильтры, но я не верю. Кроме того, полностью метанол не улавливают никакие фильтры. Если мощность завода составит 1 миллион тонн метанола в год, то потребуется огромное количество воды из Лены. И куда потом будут сливаться эти отходы? Во-вторых, там вечная мерзлота. Из-за глобального потепления она очень неустойчивая и нестабильная. Что будет со сложнейшим оборудованием, взрывоопасным производством, главным компонентом которого является метан? Сейчас в мире нет ни одного метанолового завода на вечной мерзлоте. Третье. Лена – это сакральная для нас река, главная река Якутии. Наверное, последняя в мире река, не зарегулированная плотинами, экологически чистая. Кроме того, в Мегино-Кангаласском районе расположены сельхозугодия, которые будут испорчены этим производством, потеряют свою конкурентоспособность. Мы буквально всей республикой поднялись против метанола. И глава поселений, и депутаты, 90% населения против. Как отвечают якутианам власти? Ну, они начинают с настоящую кампанию травли против защитников Лены. Ну, прежде всего, их всячески обзывают врагами России, экстремистами, неуемными националистами и так далее. Затем их вызывают в полицию, ну и полицейские ходят по домам протестующих и ищут у них оружие. Против самого Ивана Степанова периодически ведется такая телефонная атака. Неизвестные люди звонят ему и говорят ровно следующее. А ты читал книгу ГУЛАГ? А ты не боишься, что тебя посадят? А ты знаешь, что активистов вообще-то часто убивают? Ну, все вот эти вещи, они совершенно не останавливают якутиан, они продолжают протест. И вот сейчас они прекрасно понимают, что перед выборами, конечно, никакого запуска завода не будет. Но после выборов очень может быть, что этот завод начнут строить. И им придется отвечать как следует. И на сегодняшний день в планах у якутян сделать нормальную экологическую экспертизу. Они в данный момент собирают на это средства и будут эту экспертизу в ближайшем будущем делать. Ну и еще они запустили в интернете на Change.org сбор подписей против строительства метанолового завода на реке Лени. Отличные новости в Подмосковье. Дело в том, что там жители объединились против чудовищных планов строительства мусоросжигательных заводов и организации на месте лесов и других зеленых зон свалок под открытым небом полигонов ТБО. И они организовали новое движение отпор. Цель этого движения организовать настоящую компанию-борьбу за цивилизованное решение мусорной проблемы. А именно за сортировку мусора и за строительство не мусоросжигательных, а мусороперерабатывающих заводов. К движению присоединились жители Ступенского, Раменского, Воскресенского, Коломенского, Зарайского, Серебряно-Пруцкого и других районов. И в прошедшие выходные жители Подмосковья решили организовать такую большую акцию и провести целую серию разных мероприятий и крупных митингов, и пикетов, и акций по всему Подмосковью. В Черноголовке собралось 3000 человек. Они протестуют против планов строительства на месте прекрасного леса полигона ТБО. А что такое полигон ТБО мы с вами прекрасно знаем. Это просто свалка под открытым небом. И организовывают это власти на территории леса, вырубив 1200 гектар чудесного леса подмосковного. Кстати говоря, вот этот проект строительства полигона в Черноголовке, он имеет непосредственное отношение к компании УГМК. Ее совладельцы, это близкие к Кремлю бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Бакарев, они хорошо очень известны, потому что это, собственно говоря, они организовали в Черноземье, в Воронежской области, разработку медно-никелевого месторождения, которое вызвало, кстати говоря, очень серьезные и уже такие многолетние протесты в Новохоперске. В тот же день, 17 февраля, на протест в маленькой деревне Степанщина, Воскресенского района, вышло 150 жителей. И к ним присоединились активисты из Коломны, Ступинского района, из Раменского района. То есть мы с вами наблюдаем вот прямо самую настоящую солидарность, которая происходит непосредственно на наших глазах. Жители объединяются просто с какой-то фантастической скоростью. Участок под МСЗ, там собираются вот в этой деревне Степанщина строить мусоросжигательный завод. И собираются это делать в 800 метрах от села Степанщина. По оценкам экологов, на 24 километра будет распространяться последствия от сжигания мусора. Протестовали 17 февраля и в Серебряных прудах. На митинг за цивилизованный, на раздельный сбор мусора собралось, по оценкам участников, более тысячи человек. А это на самом деле рекордная цифра, потому что всего в Серебряно-Прутском районе живет 10 тысяч человек. Получается, что каждый десятый вышел на митинг. Одиночные пикеты прошли по мусорной теме и в Коломне. Но вопрос с мусором волнует не только жителей Подмосковья, он актуален и для регионов. 17 февраля в небольшом городке Псковской области Порхове собралось беспрецедентно много жителей на митинг за закрытие мусорной свалки, которая выработала свой ресурс еще в 80-х годах прошлого века. Но почему-то продолжает функционировать и по сей день. И в Порхове люди организовали такую крупную акцию, что власти, честно говоря, в шоке в полнейшем. Потому что они до этого никогда в жизни не видели вот такой самоорганизации, чтобы такое количество человек, там больше тысяч человек вышло на митинг. И на этом митинге тысяча подписей была собрана за закрытие вот этого вот жуткого полигона. Объединение жителей Подмосковья для цивилизованного решения мусорного вопроса, объединение якутян для сохранения реки Лены против строительства метанолового завода – это отличный пример того, как надо действовать для жителей Татарстана. Будьте активны! Продолжение следует...